Всем хай! С вами Юджин, только тихо! В игре тоже звук почему-то перестал внезапно, когда я сказал вот это тайминги. Итак, ребят, очень важно, важно, чтобы вы меня внимательно выслушали. Мы с вами в большущей опасности. Дело в том, что мой прибор показывает присутствие инопланетной формы жизни. Посмотрите, как он вибрирует. Боже мой. Мои очки рентгеновские показывают, что инопланетянин прямо передо мной сейчас. Возможно, один... А, это ты, ты инопланетянин. В общем, они здесь! Необъяснимые явления произошли на ферме Грейсвуд. В ночь на 7 августа семья Шерман стала очевидцем ярких огней в небе, которые перемещались над кукурузным полем с бешеной скоростью. Огни двигались в хаотичном направлении и с разными скоростями спустя некоторое время пропадали. Это странное поведение в небе наблюдалось ночью в одно и то же время на протяжении пяти дней. Как заявляет хозяин фермы, все животные сходили с ума. Собака стала агрессивной, пыталась напасть на него и покусала. Дети жаловались, что кто-то ходит под их окнами. Сам фермер Питер Шерман, работая в поле, увидел странную фигуру, не похожую на человека. Что это? Сознательный обман? Желание привлечь к себе внимание? Или сенсация об инопланетном вторжении? Журналист Тейлор Фокс, я, опять музыка, отправляется на ферму Грейсвуд с целью снять фоторепортаж для местной газеты. У меня мало амбиций. Я всего лишь на местную газету работаю. Вместо того, чтобы на весь мир писать. Эх, я, но это ничего, я начинаю с малого и заканчиваю всем. Ведь я нацелен на успех. Итак, мы приехали. Короче, мне страшно, я вам так сразу скажу. Потому что похищение пришельцами это что-то, что меня внутри пугает. Задача, поговорите с фермером Питером Шерманом. Но мы его, естественно, не найдем. Короче, я, помню, посмотрел фильм «Четвертый вид». И вот после него мне стало по-настоящему неприятно представлять себе похищение пришельцев. Но это очевидно, три пришельца летают. Они даже не палятся. А это что? Летающая тарелка, светящаяся. Это летающая тарелка, которая светится чуть меньше. Это фонари. Простите. Это фонари. Я подумал, что это все в небе. Типа, так много пришельцев. Ладно, мы видим, прям вот они, три. Три пришельца мутят свои мутки. Тут тусуются. А, я должен что-то взять из своей машины? Нет. Нет. Ладно, пошли. Мы не можем бежать. Мы можем только идти. А, черт. С моей фантазией богатой. Это тоже можно запрещаться. Смотрите. Нажмите левую кнопку выше, чтобы сделать фото. Бам. Бам. Заснял вас, мрази. Все. Теперь надо... Подуть на фото. Все. Все. Я запечатлил вас. Вы попались. Что мутят, а? Смотрите, что мутят. Вообще не стесняются ничего. Давайте посмотрим сюда посмотрим. У меня есть фонарик, кстати говоря. Так, мы можем наклоняться. Раз, два. Там какой-то колодец. А. Стоп. Здесь стена невидимая. Ладно, идем просто сюда. Короче, это же игра демо. О, нет поле. Кукурузное поле. С детства у меня выработался рефлекс бояться кукурузных полей. Кто смотрел Дети кукурузы фильм? Кто слышал? Кто трогает мою кукурузу? А? Ты за каждый початок ответишь, бэч. Надо, идем. Не с сын. А пришельцы тем временем продолжают пришельничать. Смотрите. Записка от фермера. Эээ. Не, прочитать-то. Ладно. Мистер Фокс, мы назначили встречу, но что-то произошло плохое. Наша дочь пропала. Моя жена пошла в город за помощью. Мой сын и я пошли заценить ферму. Ну, осмотреть ферму. Мы будем оставлять вам записки. И для полиции. В случае, если мы пропустим друг друга. Питер, Шерман. Пожалуйста, будьте осторожны. Окей. Жалко, записки не перевели. Придется мне. Это все делать. Ладно, мы все разойдем. Давайте исследуем дом. А, тут просто нажимаешь и все. Я думаю, ты как в пенумбре. Мы будем физикой работать. Нет. Так. Телефон. Ой. Мы трубку оторвали, к сожалению. Простите, мистер Шерман. Что это? Мистери! Мистический непонятный объект в небе здесь видели. Хорошо. Это старая газета о кругах, на полях и прочих необъяснимых явлениях. Похоже, это происходит здесь уже давно. Пицца. Коробка из-под пиццы. И это неоткрытая бутылка с колой. Мистер Шерман, вы пытаетесь меня надуть? Вы думаете, я не знаю, что вы пришелец и есть? Только пришелец бы. Это все инсценировка. Типа, здесь кто-то живет нормальной частью жизни. Да, значит, пицца съедена, а колы никто не запил? Шерман. Ты плохо знаешь людей. Что это? Это вообще весь этот дом выглядит неестественно. Посмотрите. Какой-то шкаф стоит с каким-то огромным ковром. Ковер. Это как круг на полях. То есть пришельцы, когда прилетают на землю, они ставляют круги на полях, но и также ковры в домах. Опа! Смотрите. Так, окне есть кто-нибудь? Никто в мой дом не собирается проникнуть? Нет. Это распечатанное фото из интернета. Похоже, Питер Шерман видел нечто подобное. Выглядит жутко. Фото из интернета. Похоже, Питер Шерман видел нечто подобное. Выглядит жутко. Ладно, я понимаю, везде будет одно и то же описание. Вот это жутко выглядит. Очень неприятно. Кстати, посмотрите фильм «Четвертый вид», кто не смотрел. Это реально очень неприятный фильм про инопланетян. Так. Нашел мой старый дневник. Как я мог про него забыть? Я видел пришельцев. А, вот нам перевели. Стикер. Нашел мой старый дневник, как я мог об этом забыть. Так, сегодня был самый удивительный и страшный день в моей жизни. Я видел пришельцев. Мои родители думают, что я вру. Но это правда. Я ловил рыбу с заброшенного пирса на реке. Вдруг меня оглушил гул, наносящийся сзади. Я повернулся. Совсем низко над землей превращался огромный диск с четырьмя мигающими огоньками или окнами. Стоп, а у нас в небе мы видели три огонька всего. Блин, не пришельцы. Опровержение придется писать. Я почувствовал удар, который как будто подбросил меня в воздух. Я повис, как в невесомости. Все вокруг стало ослепительно ярким, и я, кажется, потерял сознание. Я вспоминаю, что видел трех пришельцев с серой кожей и большими глазами. Меня положили на стол. Я будто прирос к нему. Они стояли надо мной. Мне показалось, что они общались между собой телепатически. Затем один из них подошел и что-то сделал с моей головой. Больше я ничего не помню. Я очнулся на пирсе уже поздно вечером, еле добрался до дома. Голова гудела. Я шел домой словно в бреду. Дома я обнаружил на своем теле несколько порезов и два мелких, очень ровных отверстия за ухом. Что это было? Мне страшно засыпать. Стрем. Скажите, верите ли вы в пришельцев? Вот по-настоящему, без шуток. Прям не стесняйтесь. О вас никто не подумает плохо. Верите вы в пришельцев или нет? Напишите. Итак. Я к концу видео скажу свое мнение на этот счет. Записка от фермера. Я узнал многое об этих тварях. В неприятное видео на компе я играет. Их называют серые. Это не маленькие зеленые человечки. А большие, жуткие и опасные существа. В основном их описывают так. Большая, непропорциональная к телу голова. Волосы отсутствуют. Бездонные черные глаза. Серая кожа. Длинные тонкие конечности. Острые когти. Их голоса ни на что не похожи. По отношению к людям, эти инопланетяне настроены очень агрессивно. Все начинается с ярких огней в небе рядом с домом. Которые двигаются по определенной траектории. При этом идет кровь из носа. Начинаются сильные головные боли и звон в ушах. Животные в это время бескуются. Далее у людей появляются провалы в памяти. Периоды, когда они ничего не помнили. Придя в себя, они обнаруживали, что находились в странных местах. Например, посередине поля или на дороге. В нескольких километрах от дома. К некоторым возвращались страшные обрывки из памяти. Люди вспоминали ужасные опыты. Пришельцы устанавливали контроль над их сознанием и воздействовали на психику. Также на теле были обнаружены следы, а именно надрезы. При пальпации чувствовалось уплотнение. Инородный предмет, который двигался под кожей. Ну... Блин. Стоп. Все, мы здесь все смотрели? Нет, мы еще здесь не были, по-моему. Чья это комната? Комната детишка. Ха-ха-ха, детишка. Ты где спрятался под кроватью? Нет. Это жутко. И музыка изменилась. Ладно. Я начинаю немножко подсирать. Вы чувствуете это по тому, как я начинаю себя вести. Я улыбаюсь тупо. И мне хочется домой. Я уже... Ведь и так дома нахожусь. Я не могу даже здесь себя чувствовать в безопасности. Блин. Похоже, это рисунок сделала пропавшая дочка фермера. Лист изрисован с двух сторон. О! Он убил собаку! Для того, что она видела перед тем, как исчезла. Это комната дочки. Ночью я услышал странный шум. Когда я зашел в комнату, ее не было в своей постели. А окно было распахнуто настиж. Я уверен, что ее похитили эти твари. Это забавно, но так предусмотрительно. Блин, я домой! Я домой! Нет! Открытие дверь! Рация. Видимо, она принадлежала пропавшей дочке. Если прислушаться, можно различить очень странные звуки. Это общение. Это серый общается между собой. Они меня накидывают жестко, наверное, сейчас. А я даже не понимаю. Смотрите. Property of Megan. Megan. А, собственность Megan. Нет! Нет, все! Нет, все! Закрой, блин, дверь! Все! Я не могу играть в эту игру. Она заставила меня себя воспринимать серьезно. Я боюсь. Я реально боюсь. Это очень страшно. Они прилетели за мной! Что вы со мной собираетесь делать? А! Дверь была закрыта, кстати, по-моему. Тарелка прямо сейчас над домом, правильно? Как темно, блин! Читаем записку. Да, закрой дверь. Итак, еще в детстве меня начали беспокоить головные боли. Они мучают меня до сих пор. Я обращался к докторам десятки раз, но никто не мог объяснить причину их появления. А в последнее время к ним добавились странные неприятные покалывания на затылке. Теперь-то я понял, почему врачи не смогли определить причину мигрени. Ответ прост. Похищение! Похищение инопланетянами, о которых я вспомнил, лишь когда нашел свой старый дневник. Именно тогда и началась мигрень. Порезы, которые я заметил тогда за ухом, след от них остался. Он прям там. Шрам. Уверен, что они что-то внедрили в меня. Какой-то передатчик или имплант. Из-за него я все забыл. Я точно решил, что достану его. Я не спятил. А, вот он, видите? Он это сделал. Баночка со странным устройством. А, это имплант. В записке Питер Шерман утверждает, что вырезал импланетный имплант за ухом. Охренеть. О, надо сфоткать. Бат! Отличная фотка. Имплант практически не видно. Как жутко. Сраная, жуткая игра. А это только демо-версия. Так. Можно выключить тебя, мистер телек? А, кассета. О, хом-видео. Сейчас такой моно оттуда влазит. Эти старые машины. Короче, он одержим пришельцами. Он даже фильмы смотрит с пришельцами. У него на компе скринсейвер с пришельцами. У него фотки с пришельцами. Вот это качество. Ты еще раз перезаписана. Очень крипово выглядит. Очень крипово смотрится. Не иди туда, чувак. Все, тебя похитили. И, конечно, все, меня похитят. Вот вас тоже нареканно стримал сейчас это громкое шипение. Типа, мы можем повторить это? Ну, нахрен. Ладно. Типа, надо валить из дома, да? А, а, вон он, вон он. О, Господи, Иисусе, Дево, Марие Святая. Пошел ты. Они улетели. Опа, их стало больше. Слушай, они тут... Так, зажмите правой кнопкой, чтобы присмотреться. Че вы там мутите? Контакт установил. Только что контакт был. Они выстроились как-то порядочно очень. Машину мою хотят угнать. Блин. Бегите к машине. Я понял тебя. Понял тебя, детка. Я бегу. Все, в жопу, репортаж. В жопу, репортаж. Садись, уезжай. Все, валим. Давай, заводи. Хорош. Ну, естественно. Нет. Смотрите. Я вижу что-то. О-о-о. Я уверен, что пришельцы, если бы не хотели палиться, они бы не делали такой светящийся корабль. Они хотят, чтобы мы... Чтобы мы их видели и стремались. Сейчас мне зонт в задницу имплантируют. Прекрасно. Это игра, которую нам нужно будет с вами поиграть, я думаю. Я думаю, да. Я думаю, выбора нет. В полной версии вас ждет большая территория фермы Грейсвуд и полноценная история похищения пришельцами. Добавьте игру. Я уже добавил. Окей. Да, я обещал вам свое мнение на этот счет. Похищение пришельцами, безусловно, будоражит мой мозг. Мое воображение. Это страшная такая вещь, которая чем больше об этом думает, тем страшнее ими становится. Но мне кажется, что на данном этапе это лишь легенда. Не более того. Городская легенда. Потому что, во-первых, известно, что чуваки, которые делали первые круги на полях, уже давно признали, что они это делали. По-моему, это в Британии было. Если я правильно и правильные источники достоверные читал. Типа, люди признали, что они делали круги. Это просто, ну, типа, можно сказать, приколюха. И хотелось им так сделать. Вот. И о пришельцах, ну, ни слова нету. По крайней мере, я не встречал нигде в учебниках истории о том, что люди видели пришельцев. Ни в одних мифах и легендах нету слова пришелец. Есть боги, но боги это довольно-таки естественно для человека, придумывать ко всему, к любому природному явлению какое-то божество, одушевлять его. О пришельцах заговорили только тогда, когда люди по-настоящему вырвались в космос. Когда они увидели, что он огромен. Когда поняли, что, ну, мы-то можем в него отправиться. Физически мы можем отправиться в космос, да? Соответственно, естественно для человека придумать некое существо где-то там, вдалеке, в глубине космоса, которое еще страшнее, еще могущественнее, еще более развито, чем мы. Мы всегда придумываем кого-то, кто еще сильнее нас. Это те же самые боги. Бог грома, Дзевс. Мы увидели гром, это что-то могущественное, что мы не можем контролировать. И наше воображение начинает рисовать этому явлению какую-то личность, какое-то существо, которое очень опасно для нас, потому что сильнее. И то же самое происходит сейчас. Вот мы вышли в космос, все. Значит, там в космосе по-любому есть некое существо, цивилизация, которое придет, поработит и так далее и тому подобное. В общем, все вот эти стандартные мысли. Вот. В связи с этим я не могу для себя прям верить, что они действительно существуют, пришельцы. Глупо, конечно же, отрицать, что в таком бескрайнем космосе нету больше ничего, кроме людей. Скорее всего, это не так. Это знаете как, грубо говоря, ты... Мы люди, точнее, мы люди, мы думали, что есть только планета Земля, потом мы увидели чуть дальше, и увидели, что там много планет. Мы думали, что есть только одно Солнце, посмотрели чуть дальше, увидели, что их много, этих звезд. То же самое, знаете, с глубиной в океане. Мы думали, что вот есть только на поверхности существа, заглянули глубже, там еще куча всяких существ. То же самое и с космосом, и с другими цивилизациями. Что, скорее всего, может быть, мы наткнемся на какую-то другую жизнь, которая тоже будет как-то по-своему развита. Потом вступим в союз таких вот неземных цивилизаций, развитых цивилизаций, и будем вместе думать вообще, где мы с вами оказались. Что это за космос такой? Потому что они, может быть, и развиты, они и живут в таком же космосе, как и мы, но, возможно, тоже нихрена не понимают, что это такое на самом деле. Короче, мы все здесь... Если все мы есть, точнее, мы-то точно есть, если они так же есть, как и мы, то они в таком же, наверное, как замешательстве. Хотя, может быть, здесь есть какое-то уже существо, которое супер-мега-развитое, и оно уже знает точно, где они находятся, что такое космос, почему, как, что. В общем, но пока что не уверен я, что они существуют. Они существуют, в плане те, которые вот сюда приходят, прилетают, похищают людей и делают какие-то опыты. Типа они настолько развиты, что им нас бояться, да? Мы же не боимся не знаю тигра, если мы хотим его изучить. Хотя, если мы хотим его изучить в естественной среде, мы ныкаемся. Ныкаемся и маскируемся, чтобы понять, как он себя ведет. О боже мой. О боже мой. О боже мой.